В последние дни многие туляки вынуждены ходить практически по полосе препятствий. И хотя по сути препятствие всего одно, это лед, окутавший тротуары нашего города, пройти путь, например, от дома до остановки, получается далеко не у всех. О том, что по улицам Тулы небезопасно ходить, нам рассказали и в травматологическом отделении в Аныкинской больнице, где последние несколько дней работа по-настоящему кипит. За последние 3-4 дня, как у нас установилось неблагоприятное погодное условие, у нас увеличилось количество пострадавших с травмами, с переломами особенно лучезапясного сустава, перелом области гоностопного сустава, типичные травмы, которые обрывают при голодах. Ну и в количестве отношений это выражается приблизительно так, что если в обычные дни мы принимаем 1-2 пациента с таким переломами, то вот уже за последние 3-4 дня, как я сказал, где-то 8-10-12 человек. По словам специалистов, основными причинами падения являются спешка, невнимательность пострадавших и некачественная работа коммунальных служб. С последним утверждением согласна и городская прокуратура. Прокуратура города Тул была проведена проверкой по факту уборки улиц в муниципальном образовании города Тул, магистральных и второстепенных. И в ходе проверки было установлено, что второстепенные магистральные улицы были убраны, но не в полном объеме. В связи с этим прокуратурой города Тул 4 декабря было введено предостережение директору МКП комбината благоустройства города Шталину Александру Борисовичу и заместителю директора спецавтохозяйства Жильцова Александру Вячеславовичу. Ответом коммунальщиков стали заверения, что на борьбу со снежной стихией брошены все силы и работы ведутся в строгом соответствии с графиком. Это не просто снег в кучу сгрести, это еще и посыпать песчано-соляной смесью. Однако и спустя сутки менее скользко на тротуарах не стало. По статистике, чаще всего от гололеда страдают как раз женщины. Естественно, в группу риска попадают и пожилые люди, которым намного сложнее устоять на льду. Маргарита Пилявская ко льду во дворе уже даже привыкла и воспринимает его как данность. И передвигаться по знакомым тропинкам привыкла. Но женщина никак не ожидала получить травму на одной из главных площадей Тулы. Переходил площадь Победы и там убирал один тракторист. Что-то очень так разлетелось и как раз на это самое место и падаю. Я машу трактористу, помогите встать. А он мне говорит, а я на работе. Еще в сентябре жилищники заготовили около 11,5 тонн песко-соляной смеси. Но, видимо, этих запасов либо недостаточно, либо хранятся они в неведомых для дворников местах. В интернете активно обсуждается, что в центральном районе Тулы тротуары посыпают запасами из детских песочниц. Похоже, и в этот раз коммунальщики ждут, что проблемы гололедицы за них решит оттепель. Захар Испалимов, Борис Глоба, Дмитрий Колосков, ТВ-центр Тула.